Год назад я был в Ереване на дне рождения моего друга. Он олигарх, и знаете, что меня поразило? Очень бедный Ереван, очень бедный. Я такой бедности, такой советской бедности, там пахнет Советским Союзом, давно не видел. Армяне прекрасный народ, трудолюбивый, умный, гордый, мудрый, и они не заслуживают такой бедности. Это первое. Армяне, кстати, проходило мероприятие в таком дворце, каких я не видел нигде, я бываю во многих местах. Даже в Москве я такого не видел в свое время. То есть бедность и богатство, вот такое соседство, я думаю, что это могло вывести людей. Сарксян тоже, кстати, был гостем, присутствовал на этом мероприятии. Я вам хочу сказать, что не будем забывать о влиятельных армянах в мире. О более чем миллионе армян только в Лос-Анджелесе. А о французских армянах. Я думаю, что когда вместо Сарксяна Москва попробовала подставить менеджера «Газпрома», это, в конце концов, бывший вице-премьер. Да, это взорвало все. В Грузии, кстати, Иванишвили, он же тоже, мы понимаем, один из акционеров «Газпрома». Это взорвало все, и я думаю, что закончится тем, что Пашинян будет премьер-министром, или тот, на кого он покажет. Я думаю, что там появятся американцы. А как может стать премьер-министром? Американское посольство в Ереване второе по величине в мире. Чтобы вы понимали правильно. Второе по величине в мире, я его видел. Это монументально потрясающая группа зданий. Дмитрий, здесь тогда просто два вопроса. Первый вопрос. Как может стать премьер-министром человек, партия которого на последних выборах показала результат меньше 10%? Как может стать? Да. Запросто. Как выйдут еще люди, как сметут все. И станет. Хорошо. Вопрос следующий. Что касается американского посольства. Многие видят здесь внешний след. Ну, по крайней мере, у нас. Наши эксперты видят здесь внешний след. Хотя, когда общаются с армянскими экспертами, они говорят, что не все так просто. Давайте не примерять традиционные кальки цветных революций на Армении. Там есть клановость. Значит, Сарксян и ближайшие соратники принадлежали к так называемому Карабахскому клану. Там есть свои моменты внутренние, безусловно. Но без внешних факторов там не обошлось и не обойдется. Кто тогда качает ситуацию? Москва, Вашингтон? Ну, Москва крайне заинтересована в Армении. Как и Армения, кстати, очень заинтересована в России. Потому что Армения окружена Азербайджанами и Турцией. Это очаг напряженности. Москва, конечно, имеет огромные интересы. Конечно. В Москве огромное количество и в России влиятельнейших армян. С огромными деньгами. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Ну и, конечно, Соединенные Штаты, конечно, Франция. Там много интересов сходится. Редактор субтитров А.Семкин